Все начиналось со 140 килограммов собранных крышек от питьевых бутылок в год. Сегодня цифра достигла рекордных показателей. Куратор акции «Добрая крышечка» в городе Видное Татьяна Фарафонова сбилась со счета. Проект вышел за пределами краёна Зелёной аллеи. Соседи настолько привлекаются и вдохновляются этим проектом, что они подключают своих друзей, знакомых, близких, коллег. И таким образом набираются, конечно же, крышечки не только с ЖК «Зелёной аллеи», а уже, наверное, со всей Москвы и даже везут с отдыха и со всех уголков нашей страны. Собирать крышки Татьяна начала в 2018 году после того, как вдохновилась работой фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам». «Добрая крышечка» – одна из постоянных эколого-благотворительных акций фонда. Средства от сдачи пластика на переработку идут на покупку реабилитационной техники сиротам с ограниченными возможностями здоровья. «Зашла на сайт, посмотрела статистику, куда идут эти денежные средства. Я хочу сказать, что по сравнению, например, в 2017 году было приобретено 4 коляски для детей-инвалидов. А в 2020 году таких колясок уже было 15. Эти коляски номиналом от 150 тысяч рублей до 230-250 тысяч рублей». В одном только микрорайоне «Зелёные аллеи» более 50 подъездов, где организованы пункты сбора крышек. Также они расположились в некоторых школах и детских садах, торговых центрах в других подъездах города. Раз в два месяца куратор акции Татьяна Фарафонова отвозит крышечки в так называемый «собиратор», откуда пластик попадает на переработку. «Здесь есть маленькие обозначения, мелкими буквами «ПП» написано. Такие крышечки не берут в акцию. Их приходится из всего этого объема выбирать и отдельно сдавать в собиратор для переработки». Крышки должны быть чистые и без вкладышей. На переработку принимаются пластиковые элементы от питьевых бутылок, от упаковок до и пак, колечки от крышек и от пятилитровых баллонов. «Это нужная помощь. Я думаю, что маленькая такая будет помощь от нас, от всех, нашим детям». Присоединиться к акции может каждый желающий. Организовать в своем подъезде централизованный сбор крышечек или самостоятельно собирать пластик, чтобы потом относить его в пункт сбора. Подробнее об эколого-благотворительном движении можно узнать на сайте отказники.ру. Юлия Погосян, Кирилл Абанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.